Мы находимся в так называемой домашней мастерской, которую мы сделали с отцом. Само это помещение полностью, как говорится, от пола стен до потолка. И также мы со временем его увеличили. И первоначально было по эту стенку, но потом мы сделали второе помещение, которое вот за этой ширмой удлинили, как говорится, нашу мастерскую. Кроме того, вы видите перед собой эти руки, вот эти, но, к сожалению, эти руки растут порой откуда и ноги, в отличие от моего папы. Как бы вам сказать, у меня отец, в принципе, может сделать все, что все, начиная с того, что он один фактически построил вот это помещение с моим минимальным, как говорится, участием. Ну, я так думаю, минимальным. Более того, он делает, в принципе, любые вещи не только связаны со строительством этого дома, а он так называемой каркасной технологией. Это не брус, он сделал каркас. Но, начиная строительство дома, кончая проводкой, всем этим электрическим оснащением, кончая, он делает мебель, может, в принципе, починить любую вещь, из каких-то подручных материалов сделать станки. Он сделал, отец мой, около двух самодельных прицепов, прицепов, трех мопедов, но все по порядку. Сегодня я вот хочу начать с этого станка, который, как я понимаю, называется циркулярно-фуговальный станок. Вещь, кстати, очень нужная и в хозяйстве незаменимая. Для распилки используется данный круговой диск, круговая пила. Может быть, я не точно, с точки зрения технической называю, но понятно, что это дисковая пила. И также здесь для обработки дерева. Что это повлекло и что это дает, в принципе, здесь можно долго описывать назначение данного станка, но мы из этого станка делали вот такую вагонку. Вы не обращайте внимания на щели, потому что дерево рассохло и увеличилось. То есть мы делали пазы в вагонку. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Эти пазы. Вот они. Вот эти пазы, вы видите? Вот. У этой идет паз Г-образный, и у этой доски паз Г-образный. И они так в упор друг к другу накладываются. Ну, естественно, появляются щели, потому что это дерево, оно, можно сказать, подвижный материал. И в чем заключалось строительство данной мастерской и использование указанного станка. Мы делали вагонку, и этой вагонкой обивали стены данного помещения. То есть мы сначала делали наружную стену. Насколько я помню, потом такую же внешнюю стену. А между ними, где-то, я думаю, вот такое расстояние мы забивали опилками. Потолок также мы обшили фанерой. Сбоку на это здание, снаружи, идет лестница. И там чердачное помещение под треугольной крышей, где можно жить, если привести его в порядок. Указанное мы все покрывали стены внутри данного помещения олифой. Вот это первый станок, циркулярно-фуговальный. Вот эту раму, я не знаю, сделал мой отец, скорее всего, под этот станок. То есть ее можно, схватившись вот за эти ручки, которые приварены к данной раме, этот станок можно перенести. Но он достаточно тяжелый. Станок, вы сами понимаете, нелегкий. Но он является, этот станок, сейчас мы посмотрим. Видите, еще сделано в СССР. Можно здесь увидеть год этого станка. Я не знаю, вот это ли не 74-й, год этого мотора, прошу прощения. То есть мой отец собирал станки постоянно. Это не только станки, но и инструменты, связанные с работой. Так как он может и работать по металлу, и по дереву, и ремонтировать технику. У него соответствующее образование. Не столярное, у него высшее электротехническое образование. Поэтому он разбирается в электротехнике, как отремонтировать вот эти всякие штучки. Вот он, такой станочек. Но, честно сказать, я на нем опасаюсь работать. Я работал, но распиливал горбыль. Мне это доверяли в детстве. То есть, есть еще подобный станок. У нас циркулярный. Я вам сейчас покажу. Тоже циркулярный станок, если я не ошибаюсь. Вот здесь имеется мотор. И сюда выходит дисковая пила. Видите, здесь щель. Вот я вам покажу. Вот она, дисковая пила. Это второй циркулярный станок, который есть у отца. Он его тоже раму сварганил сам к нему. К этому станку. И на этом станке я работал. Я на нем пилил горбыль. Дрова для печки. Его удобно очень вытаскивать с этого помещения. И на нем именно удобно мне было, по крайней мере. Я доски брал и распыливал горбыль на раз. Два часа поработаешь, уже куча. То есть, один циркулярный станок и второй. Где-то был еще третий циркулярный станок, в принципе. Вы тоже его видите. Циркулярный, наверное, это фуговальный станочек. Да, циркулярный фуговальный, если я не ошибаюсь. Вот он тоже с рабочим двигателем. Данный станок. Третий. Вот, в принципе, и все. Циркулярный фуговальный станок. Вещь, конечно, очень удобная. Не знаю, сколько она стоит сейчас. Но, независимо от того, сколько она стоит, работать на нем очень нужно иметь навык. Потому что лишиться пальца. Я помню, у нас сосед раздался ор. Он выбежал, чуть ли себе палец не отрезал. У него такой маленький станок был у соседа. Вообще неудобно. Он работал на коленях. А на этом станке, понимаете, очень опасно работать. То есть, надо соблюдать технику безопасности. Если вы двигаете доску, нельзя двигать при включенном станке вот так. Потому что можно себе оттяпать пальцы на раз. И будет культяпка, а не рука. Поэтому используются вот такие всякие приблуды. Вот если у вас здесь доска лежит, вы можете вот так подталкивать доску. Если уже она вот здесь на краю, допустим, находится, вы ее вот так подталкиваете. Чтобы это кажется рукой. Вот так взял, а рука незаметно уходит. И потом уже руки не будет. Вот такой же, видите. Специальный инструмент, предназначенный. То есть, здесь у вас доска находится. И вы доску так двигаете. И нужна внимательность. Вот так вам нужно доску распилить, допустим. Неважно какую. И вот вы сюда ставите. И вот так доску двигаете. У моего отца все идет, как говорится, в хозяйство. Вот фонарь у нас стоял снаружи дома. Он был с датчиком движения. И включался свет, когда в зоне его датчика движения кто-то проходил. Но потом он сломался. И вот этот фонарь, он отец мой сделал небольшой кронштейн. Привинтил его с помощью болтов. Или, да, там шуруп я вижу. К стене. И сделал вот такой. Стал второй раз использовать. Фонарь. К нему сделал вот такой провод. С вилкой короткой. Для того, чтобы можно было работать более-менее на освещенном месте. Кстати, он всегда любит все делать на шурупах. И запрещает не использовать, не одобряет, по крайней мере, использование гвоздей. Потому что гвоздь, понимаете, легче, конечно, забить. Вы взяли молоток. Сам по себе знаю. Гвоздь сбили и все. Но гораздо гвозди потом обратно, когда вы их вобьете уже под корень, еще шляпку углубите. Обратно очень сложно вытаскивать. Трудно. Более того, вы иногда с непривычки можете молотком шарахнуть по гвоздю. И на самом дереве оно соприкоснется с молотком. Если вы, как говорится, сильно ударили, будет небольшое, можно сказать, углубление. Вот, посмотрите. Такая лампа. Выключаем. Вот здесь, насколько я помню, токарный станок по дереву. Мой отец делает мебель для своих домашних нужд. Мебель по старину. У меня есть немножко видео, где эта мебель присутствует. Можете посмотреть. Ну, не всю я, естественно, снял. И вот этот станок, я помню, на нем сам работал. Он фабричный, соответствующий рамой. Но на столе, который сделал мой отец. Вот этот из досок. Он его сколотил, сделал. И прочная получилась столешница, грубо говоря. Конструкция, на которой расположился этот станок. По дереву. Вот для него, господи, забыл, как эти инструменты называются. Но я помню, работал и чуть по лбу этой штукой не получил. Вот здесь диски могут отмачиваться. Соответствующий. Вот этот станок посмотрели. Токарный по дереву, если не ошибаюсь. И вот этот сверлильный станок. Посмотрите, вещичка удобная. Нужно вам что-то просверлить? Ради бога, пожалуйста. Помню, что-то на нем я делал, но забыл, что уже. Завод Компрессор. Посмотрите, номер даже есть. Все очень хорошо сделано. Посмотрите. Всем привет.